Приветствую вас! Вопросы, как такового вы не задаете, то есть вы просто высказываете определенную мысль, вы просто высказываете свои опасения, и собственно говоря, не очень понятно даже, что вы хотите от нас, от психологов. То есть с одной стороны, вы вроде бы говорите, что вот у меня есть отношения, которые появились как бы по причине того, что вам и мужчине хотелось внешности, вы подтолкнули человека к отношениям, то есть по сути он думает, что это вы, как я понял, даже инициатором того, что вы теперь вместе, и, ага, вы, значит, собственно, не имеете общей жизни в площади, и время проводить вместе вы не можете, можете это делать только в кафе и в кино. И вот здесь, собственно, начинаются уже некоторые такие, ну не то чтобы проблемы, я бы сказал, что это вопрос к вам. Дело в том, что, ну если понять, что вы вот так вот ненавязчиво, неожиданно, может быть, стали близки еще можно, потому что, ну, так бывает. И бывает так, вообще-то говоря, очень часто. То есть само по себе то, что вы описываете не такое уж и редкое явление. В жизни человек достаточно мало может предугадать и предсказать, когда у него возникнет, например, любовь, влюбленность и так далее. То есть это нужно понимать. Понимать, что вы далеко не все можете предсказать, и это хорошо, это здорово, это замечательно, что некоторые вещи в жизни нельзя предугадать совершенно. Но почему для вас, вот лично для вас, проблемам проводить время с молодым человеком, ну, например, у вас дом? То есть, или у него дом. Ну, понятно, что вы будете не одни, но что плохого в том, что вы просто приводите своего друга, например, к себе и, собственно, проводите с ним время. И если у вас нет, например, желания знакомиться с родителями, именно как молодого человека, представьте его как своего друга, с которым вам хорошо и так далее. То есть, вот этот момент нет. Особенно, если учесть, что вы говорите про нервность. То есть, у вас разговоры о сексе, у вас давно обоих никого нету. Из чего я делаю вывод, что у вас есть физическое влечение друг к другу. Так, так, ага. Как-то вот знаете, здесь тоже не очень понятно. Физическое влечение друг к другу вроде бы есть, а реализовать его, получается, вы не можете. Или как? Или все-таки можете реализовать? Простите, но этот момент не очень ясен, а высказывать какие-то предположения я бы, если честно, не хотел. Ну, просто потому что это может сбить, например, вас в толку. Дальше. Дальше. Дальше вы пишите о том, что от парней своих вы всегда уходили первым. То есть, условно говоря, вы первых их бросали, потому что, потому что не хотели, чтобы бросили вас. Вы боялись, что бросит вас. Этот момент, по-моему, является одним из, наверное, самых главных, без преувеличения. И вот почему. У вас есть страх. Страх, что вас бросит. Получается, что этот страх, что вас бросит, вы воспринимаете как бы как личностный. То есть, вы боитесь, что вас бросит, потому что, потому что опасаетесь, например, что-то для себя потерять. И вот здесь важный момент. Если вы опасаетесь что-то для себя потерять, то простите, возникает вопрос, а что вы хотите для себя получить? Я имею в виду в отношениях. Ведь если вы боитесь что-то потерять, значит вы хотите что-то получить. А если вы хотите что-то получить, значит отношения с молодым человеком, по идее, должны вам что-то дать. То есть отношения в некоторой степени вы воспринимаете как средство для достижения своих целей. И вот такой вопрос, а что это за средства такие? Что, собственно, за желания такие? А что, по вашему мнению, должен дать вам мужчина в отношениях? И почему? Собственно говоря, почему мужчина должен вам что-то давать в отношениях? Ведь это отношения, это отношения личные. И в личных отношениях все упираются в свободу, в независимость, в свободное воле изъявлений и так далее. А у вас получается, что это не совсем так. То есть у вас получается влашение молодого человека в своих личных интересах. То есть отношения с молодым человеком для вас. Это не только и не просто личные отношения. То есть свободные, независимые отношения. Это еще и что-то для себя. Это еще и желание что-то получить для себя. И вот это, пожалуй, и является основной проблемой для вас. Основной проблемой для вас, которая проявляется во всем, даже на первый взгляд в том, что изначально таковым не является. Я попробую пояснить мысли. Вот вы говорите, у меня, например, мало интересов с молодым человеком. Интересов с молодым человеком мало. А как вообще получилось так, что вы сблизились с тем, у кого мало интересов, общих интересов с вами? Но ведь что-то же, получается, вас заставило в близости с этим человеком? Да никакой вопрос, что имя? Что заставило? Симпатия внешне? Может быть. Но без личных, без общих интересов, без чего-то объединяющего вас, это практически всегда сфера потребностей. И раз вы боитесь, как я уже сказал, раз вы боитесь его потерять и боитесь сейчас, значит что-то для себя вы через эти отношения получаете. И вот чтобы перестать бояться, нужно понять, чего вы боитесь потерять. И получить это самостоятельно в общем смысле. И всегда не включается, безусловно, секс. Всегда не включается, безусловно, нежность. Но все это, как бы, необязательные блага. Необязательные и положительные моменты в отношениях. То есть, и без секса определенным образом можно обойтись. И без нежности, если человек самодостаточный и уважает себя, любит и реализуется успешно во всем. Нежность тоже, как бы, необязательна именно в личных отношениях. То есть, да, она приятна, но без нее можно обойтись. И если вы в чем-то остро нуждаетесь, значит для вас это что-то значит лично. И вот личное отношение нужно рассмотреть ближе, чтобы понять, что это, чего вам не хватает и достичь этого. И тогда бояться вы не будете. Дальше. Следующий момент. Следующий момент, пожалуй, касается таких вещей, как тех самых общих интересов, о которых вы говорите. То есть, условно говоря, условно говоря, общие интересы у вас и общие интересы вообще, это то, что людей объединяет. Так вот, то, что людей объединяет, опять-таки, из ничего не создается, из ничего не возникает. И если вам хочется, чтобы у вас было больше общего с молодым человеком, то это работа. Подумайте, что интересно ему. И постарайтесь определить смежные с его интересами сферы, где вы могли бы как-то себя проявить. То есть, найти так называемый компромиссный вариант. Предложите ему то же самое сделать. То есть, покажите ему смежный интерес с вашим, чтобы у него был шанс стать к вам ближе. Попробуйте это сделать. Ну, предположим, вот самый такой, на мой взгляд, не то чтобы простой, скорее показательный пример. Если мужчина увлекается компьютерами, а вы увлекаетесь рисованием, то мужчине можно прислазить на компьютере что-то нарисовать. Как бы, сфера привычна для мужчин в компьютерах. Ему будет проще освоить то, что близко вам. И аналогично, справедливые для вас, вы любите рисовать, но не увлекаетесь компьютерами. И, соответственно, если вы захотите нарисовать на компьютере, это новый для вас опыт, новые средства и шанс стать ближе к молодому человеку. Вот примерно по такому принципу можно рекомендовать вам создавать что-то общее между вами. Только так. На этом, пожалуй, можно закончить мой ответ. Исходя из того, что вы написали, я постарался дать максимально полную информацию об этом, как вам разрешить свою ситуацию. Если остались какие-то вопросы, буду рад помочь, пишите в личку, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...